Для поклонников игры в летающий мяч уходящий 2023 был юбилейным и прошел под эгидой столетия отечественного волейбола. В канун Нового года определился обладатель Кубка Чувашии среди мужских команд. Какая дружина мастеров летающего мяча получила в свой актив почетный трофей, знает наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. И без того высокая цена победы в Кубке Чувашии ныне поднялась до почти олимпийской планки. Команды участницы финала Спартак Исакова из Красноармейского округа и дружина Лава, представляющая Батыревский муниципальный округ, это подтвердили. Для красно-черных важно было сохранить за собой титул действующих обладателей почетного трофея. Свой стимул был и у полосатой Лавы, еще в прошлом сезоне выступавшей как сборная республики ЧГАУ Чувашия в первой лиге чемпионата России. Смена названия фактически сборной республики не повлияла на ее присутствие в элите российского волейбола. И это благодаря тому, что команду поддержал предприниматель из Батыревского муниципального округа. Надо развивать и поддерживать всячески спорт, поддерживать на хорошем высоком уровне. Дай бог, чтобы кроме меня и другие ведущие предприниматели поддержали спорт на самом хорошем высоком уровне. Поддержка и прежде всего финансовая помогла команде сохранить и лидирующие позиции в первой лиге чемпионата страны. На первом месте вышли свои подгруппы. Сейчас играем чемпионат Чувашии, кубок Чувашии. Идет большая подготовка к следующему кругу чемпионата России. Финал кубка прошел для Нарваш Шигалинца в тренировочном режиме. Полосатая Лава, до этого не отдавшая визави ни одной партии, и на сей раз завершили отношения с соперником в сухую. Трех партий хватило для того, чтобы завивать титул обладателя почетного трофея. Ну а мы ждем от команды победных реляций уже с российских состязаний. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.